Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Многие таблоиды, многие новостные порталы сообщили такую достаточно неприятную новость о том, что лидеры Альянса врачей задержали и избили за доставку врачам средств защиты. Я когда прочитал, я сначала даже не понял, как-то лидеры Альянса врачей задержали, да еще и избили за доставку врачам средств защиты. Мне было вообще непонятно, о чем идет речь. Все дело в том, что есть председатель межрегионального профсоюза медицинских работников Альянса врачей Анастасия Васильева. Вот ее фото. Я о ней узнал, когда был этот момент, связанный с увольнением детских онкологов. Вот этот центр, напомню, центр детской онкологии, я не помню, как он точно называется. Там Давыдов, по-моему, фамилия, хирург, великолепнейший, он был главврачом. По-моему, Давыдов, да. Значит, если не память, не изменяет. И его убрали, там убрали многих онкологов. И вот лично эта девушка Анастасия Васильева, она ходила, там много чего пыталась сделать хорошего для того, чтобы ситуацию как-то развернуть в другую сторону. Но, по-моему, так ничего и не увенчалось успехом, потому что все шло сверху. И вот эту девушку я тогда узнал. Все дело в том, что это реально председатель Межрегионального профсоюза медицинских работников. У них есть YouTube-канал, Альянс врачей, можете зайти, Альянс врачей. И вы сразу увидите, там огромное количество видео, не только связанных с детским онкологическим центром. Там огромное количество видео, связанных с медициной, со всем, да. Значит, и вот что пишут. Новость вчерашняя. Новгородская полиция задержала председателя Межрегионального профсоюза медицинских работников, Альянс врачей Анастасию Васильеву, которая везла своим коллегам в Новгородскую область средства защиты. Пишет Ирина Мишина. Сотрудники полиции остановили Анастасию Васильеву на ее личном автомобиле на 402-м километре трассы М-11. Лидеры профсоюза и ее помощники ехали из Москвы в направлении Великого Новгорода. Что пишут они? Мы везли в Новгородскую область по просьбе местных врачей средства защиты. Мы все знаем прекрасно, что испытывают сложность с покупкой масок, антисептиков и так далее. Не только рядовые граждане, но и сами врачи. У меня сейчас будет материал, собственно говоря, я на Медузе его нашел. Что вообще, в принципе, творится в больницах? Потому что Медуза попросила обычных врачей написать, что действительно происходит. Я почитал, это просто шок. Это волосы стоят дыбом, у врачей нет ни средств защиты, ни масок. Там просто аховая ситуация. Так вот, врачи запросили. Это профсоюз, альянс врачей. И сами же, собственно говоря, врачи там или люди помогли, раздобыли эти средства защиты для людей, которые работают с этой коронавирусной инфекцией. И благое дело ведь, правда? Вести людям помощь, которую, собственно говоря, вы понимаете, кто должен оказывать, да? Кто должен делать это все? Поэтому, наверное, весь этот случай произошел. Потому что имидж задет, понимаете, в чем дело? У нас так всегда, да? С момента Чернобыля, я говорю еще, когда 1 мая выгнали в Киеве на демонстрацию, зная, что радиоактивное облако уже подошло. Имидж должен был бы не задет быть, понимаете, перед иностранными партнерами. Как же бы Советский Союз допустил, что, так сказать, не справились с чем-то? Это же совсем справились. А здесь не могут на Земле. Ну, Луну первой пыли, а здесь не могут. Вот и у нас с того момента так оно все идет. Значит, мы везли в Новгородскую область, пишут по просьбе местных врачей средства защиты, очки, респираторы, антисептики, перчатки, одноразовые защитные комбинезоны, рассказала пресс-секретарь Альянса врачей, рассказал Иван Коновалов, который находился в автомобиле, а все это время рядом с Анастасией Васильевой, председателем профсоюза. На границе Новгородской области нас остановили 4 машины полиции. Объяснили это тем, что Анастасия Васильева, не имея регистрации в Новгородской области, покинула место своего проживания в Москве, тем самым нарушила постановление правительства. На нее составили протоколы по административным статьям 26.1, это не выполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, и по части 1 статьи 19.3 КОАП, это не повиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Вот, кстати, не выполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, у меня тут опять вопрос возникает, вот просто такой, может быть, кто-то разбирается в этом, да, а у нас чрезвычайная ситуация разве была объявлена, то есть можно вообще людей штрафовать вот по этой статье, не выполнение правил поведения при ЧП, да, если ЧП, как бы, я так понимаю, что не объявлено, да, не совсем непонятно вот из материала. Может быть, неточность какая-то имеет место быть, однако у нас на руках, пишет, было постановление губернатора Новгородской области о том, что пребывание на территории области представителей другого региона может быть оправдано рабочей необходимостью. Но здесь налицо рабочая необходимость. Если, значит, председатель профсоюза межрегионального врачей, альянс врачей, есть YouTube-канал, то есть узнаваемое лицо, в общем-то, заходите, смотрите, проверяйте, это же не просто человек какой-то едет. Наверняка есть документы какие-то, что это председатель профсоюза, да, везет средства защиты для врачей, которые здесь же борются, собственно говоря, с коронавирусной инфекцией. Это рабочая необходимость? Я считаю, что, безусловно, рабочая необходимость. Он пишет, предсекретарь говорит, мы показали полицейским этот документ, это постановление, но это их не убедило. Нас три часа продержали на трассе, потом потребовали, чтобы мы проследовали ВВД Акуловского района Новгородской области, с Анастасией потребовали письменное объяснение, но она сочла, что все уже объяснила и отказалась идти в ОВД. Тогда ее очень грубо задержали, говорит пресс-секретарь, один полицейский в штатском достаточно сильно ее ударил. Анастасии стало нехорошо, мы зашли в магазин за водой, значит, когда мы выходили из магазина, нас уже ждали около 20 сотрудников Росгвардии. 20 сотрудников Росгвардии против одной девушки. Васильеву силой затолкали в УАЗик, увезли в неизвестное направление. Ну а Акулова небольшой населенный пункт, и мы очень быстро нашли Анастасию у здания местного ОВД, куда ее силой пытались затащить несколько здоровых сотрудников правоохранительных органов. Человек 10 против одной женщины. В этом ОВД Анастасию продержали 13 часов без воды и еды. Через 13 часов состоялся суд, который наложил на нее штраф, видимо, за то, что она везла помощь врачам. Значит, в общей сложности ее штрафовали на 1600 рублей за административные правонарушения, предусмотренные частью первой статьи 19.3 КОАП «Неповиновение законом о распоряжении сотрудника полиции» и 20.6.1 КОАП. Это недавно принятая статья, она на днях вступила в силу. Ее формулировка «невыполнение предусмотренных законодательственных обязанностей по защите населения территорий от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера». Еще раз говорю, а чрезвычайная ситуация, она разве есть? Как бы, вот, это режим же должен какой-то специально быть введен? Чрезвычайная ситуация или как-то еще? Это рассказывает представитель Леянца-врачей Иван Коновалов. «Самое парадоксальное, пишут в этой ситуации, маниакальное препятствование сотрудниками полиции, Росгвардии, других сил, их структур, выполнению врачами своего долга». То есть, помощи коллегам в условиях как раз этой чрезвычайной ситуации. Врачам Акуловской центральной районной больницы и станции Боровической станции скорой помощи пришлось подъехать к Акуловскому ОВД. То есть, врачам пришлось приехать к ОВД, потому что там все, что они везли, все там было, да? Чтобы получить средства защиты для себя. Врачам пришлось ехать к ОВД. Человек из Москвы вез, доброе дело делал, да? Средства защиты, халаты, там маски, все врачам. Врачам пришлось ехать к ОВД, потому что полицейские не дали передать врачам то, что может спасти их жизни, то, что защитит их при выполнении их долга от таких же врачей, от председателя профсоюза. Это парадокс. Я не понимаю этого. Значит, ну, я понимаю только с точки зрения одной, да? Имидж не портит, потому что вы понимаете, что, так сказать, врачей снабжать всем этим, кто? Государство. А здесь как? Врачи сами себе, что ли, помогают? Это, извините меня, удар по имиджу. Поэтому вдруг, так сказать, местные СМИ новгородские возьмут, еще осветят, что, значит, соответственно, помогает нам не государство, врачам, да? А помогает кто? Врачи других там регионов или еще кто-то скинулся, да, там, и вот везут нам, так сказать, средства защиты. Это же нехорошо, например, для краевого там или областного Минздрава или там еще для чего-то. Для многих чиновников это нехорошо. Значит, поэтому врачам пришлось приехать к Акуловскому ОВД, чтобы получить средства защиты, о которых они просили Альянс врачей. То есть они сами запросили у Альянса врачей, не у государства, не у Минздрава, видимо, они уже устали просить, а у Альянса врачей они запросили, Альянса врачей привез, их же тромбанули, и врачи приехали к ОВД получить это все. Значит, о которых они просили, Альянса врачей, без которых их жизнь ежедневно подвергается риску. В медучреждения председателя Альянса врачей полиция не допустила. В медучреждение председателя Альянса врачей полиции не допустило. То есть Васильеву в медучреждение не пустили. Председатель профсоюза врачей межрегионального не может попасть в медицинское учреждение. Врачи сами приезжали и забирали средства индивидуальной защиты. По иронии Анастасия Васильева и ее коллеги из Альянса врачей как раз и выполняли свои обязанности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. То есть весь вопрос в том, что они как раз и выполняли обязанности свои как врачей, как профсоюза по защите населения и врачей при чрезвычайной ситуации. И собственно говоря получили штраф по суду и тромбанули их за получается выполнение обязанности по защите населения и врачей при чрезвычайной ситуации. Но при этом, при этом статья именно такая, что они нарушили как раз условия, ну или как сказать то что принято, как нужно себя вести и там не покидать место проживания в условиях чрезвычайной ситуации. То есть это самый парадоксальный парадокс, который я за последнее время только слышал. То есть от риска заражения врачей коронавирусом. За что и поплатились. Обратно в Москву сотрудники полиции отпустили машину Васильевой и ее помощников беспрепятственно. Ну то есть то, что она передвигается, вторично задерживать и там что-то с ней беседовать уже никто не стал. Понятно, что значит в том направлении была проблема. Странность исполнения правительственных постановлений все чаще удивляет еще больше, чем сами эти постановления. Многие вышли, новое известие, коммерсант с этой новостью, очень много кто опубликовал. Еще раз говорю, это довольно известный канал на ютубе Альянс врачей. Там много всего хорошего, интересного, во благо так скажем. Ну еще раз говорю, я здесь никого осуждать не буду. Да, мне интересны опять-таки ваши комментарии, но от себя могу сказать, что это парадокс, что люди выполняют, конечно, свои обязательства. Но, безусловно, это не на руку, еще раз говорю, областному Минздраву уж точно. Чтобы врачам привозили помощь, о которой они просят, профсоюз таких же врачей межрегиональный. И вот они ездят, так сказать, и помогают это. Это им не на руку, потому что завтра, еще раз говорю, снимут сюжет по местному телевидению и расскажут об этом. А не дай бог еще федеральное телевидение расскажет, что в больницу в Новгороде привозят средства индивидуальной защиты врачам, профсоюз, соответственно, да, а не Минздрав. И глава Минздрава скажет до свидания всем. Вот в чем дело, понимаете. Я только в этом могу видеть. Может быть, я не прав, может быть, действительно, Анастасия, это не право, Альянса врачей. Ну вот я вам ситуацию обрисовал, мне интересно ваше мнение. Пишите, подписывайтесь на канал, кому нравится. С вами был Будда Гришна, берегите себя. Всем пока, до встречи.